В соборной мечети села Дружба прошел финал республиканского конкурса Честцов Священного Корана. Желающих принять участие в конкурсе, как и в предыдущие годы, было немало, но из-за особого режима, связанного с коронавирусом, количество участников и гостей было ограничено. Репортаж моего коллеги. Конкурс в этом году проходил в весьма непривычных условиях. Организаторы заблаговременно предупредили всех участников о необходимости соблюдения мер противоапеведемической безопасности. Финал республиканского конкурса собрал самых лучших, доказавших свое мастерство в чтении священного писания на муниципальных этапах конкурса. В течение года участники не просто готовились, но и сильно волновались и ждали этого дня. Ведь в этом году из-за пандемии впервые в истории были закрыты даже главные сайтыни мусульман всего мира Микка и Медина. В своих домах после каждой молитвы делайте дуа для всего джамарата. Когда человек делает дуа для джамарата, его личный дуа тоже принимается. Поэтому я вас прошу, делайте дуа для всего нашего джамарата, чтобы Аллаху Та'ала вел нас по прямому пути, по пути, который он нам не спасал в Коране. В этом году, как и в прошлом году, не участвуют хафизы. Это люди, знающие Коран наизусть. Финалистов, а их 30 человек. Организаторы разбили на 5 возрастных и одну профессиональную группы. Начали конкурс самые младшие. Участники до 15 лет. В этой категории лучшим, по мнению жюри, стал Али Эркенов. А в группе от 15 до 35 лет победил Али Аджиев. Затем шли участники от 35 и до 57 лет. И первое место у Альбека Чучаева. Среди конкурсантов от 57 и до 75 лет лучшим стал Руслан Байрамкулов. Ну а в самой возрастной группе 75+, компетентная джюри покорил своим чтением старец Сейпул Семенов. Я ожидал, что я первое место получил. Вот тут третий, четвертый, может, там, ну, так, Аллах, помог мне. В категории профессионалов возрастных ограничений уже не было. Но здесь, кроме красивого чтения, жюри оценивает еще и грамматику участника и задает дополнительные вопросы. Первое место занял Курбан Али Юсупов. А еще из числа профессионалов были выявлены абсолютные победители конкурса на главный приз, учрежденный главой республики Рашидом Кемрезовым. В этом году целых две путевки в Хадж. И счастливчиков, которые могут благодаря своим знаниям совершить паломничество по святым местам, тоже двое. Один из них Марат Дуддаев, который очень сильно рассчитывал получить возможность выполнить одно из главных предписаний ислама. Я делал два, просил Аллах, чтобы он даровал мне поездку в Хадж, чтобы я занял первое место. И по нему сел, а я получил. Обладатель второй путевки Расул Эркенов признается, что, услышав тени предыдущих участников, успел потерять надежду на победу. А то, что жюри мое имя объявило вторым победителем, для меня стало приятной неожиданностью, признается молодой человек. Аллах помогает, если хорошее намерение и есть жюхт, старание, Аллах помогает всем. Первый замминистра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Ислам Хубеев отметил, что для профилактики экстремистских настроений подобные мероприятия необходимы. Во-первых, была гармония между всеми народами и пониманием, и межконфессиональное понимание, и внутриконфессиональное понимание. Такие мероприятия, они в свою очередь являются профилактическими. В каждой группе были определены три призовых места. Победители во всех номинациях получили по 50 тысяч рублей. По 35 и 20 тысяч рублей получили участники, занявшие вторые и третьи места. Ахмат Халкищев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Руслан Хrament Хивоев